Приветствую вас, уважаемые телезрители, и сегодня в нашем цикле шедевры мирового музыкального театра мы предлагаем вашему просвещенному вниманию запись спектакля театра «Ковенгарден» оперу Джузеппе Верди «Отелло». Запись сделана в 2017 году. Хорошо помню, когда эта опера появилась в «Ковенгарден». Это было в 1987 году, и вы все знаете эту постановку с Пласида Доминго в роли Отелло и Кати Ричарелли, Десдемона. Дирижировал спектаклем Карлос Клайберн, и режиссером был, конечно, потрясающий, выдающийся Франко Дзефирелли. Уже потом этот спектакль по праву вошел в историю как один из лучших спектаклей, наверное, всего XX века. Вообще, опера Отелло – это особая опера у Верди. Вообще, наверное, Верди единственный композитор в истории, который смог полностью второй раз родиться. Уже после Дон Карлоса Верди как будто бы полностью предал все те самые принципы и законы, которые были у него при написании всего его великого оперного творчества. И как будто совершенно новый композитор пишет последние две оперы. Это, конечно, и Отелло, и Фальстов. И Верди разрабатывает совершенно новый стиль, будучи уже очень пожилым человеком. Опера Отелло, конечно, вызывает невероятный интерес, хотя до сих пор она не является топовой, кассовой оперой. И ее, конечно, все равно опережают оперы, которые по привычке всегда вызывают самый большой успех, такие как Регалетта, как Аида, как Травиата. Но Отелло – это невероятное произведение. Я сам ставил эту оперу в Швеции, и я помню, что невероятное было впечатление от каждой репетиции, потому что в этой музыке невероятное видение именно действия. Вообще, опера Отелло в России ставилась Борисом Александровичем Покровским. Это был выдающийся спектакль в Большом театре, где блистали Зураб Саткилава, Владимир Атлантов и, конечно, Тамара Милашкина и Маквала Касрашвили. Это была постановка, на которую рвалась вся Москва. Опера начинается со сцены бури. Это образ всего спектакля, буря человеческих чувств, буря, которая возникает вообще в человеке. С этого начинает Верди свою оперу. Постановка этой сцены бури – это всегда экзамен для режиссера. И всегда именно по этой сцене уже видно мастерство режиссера. Я помню спектакль Покровского, и там был расписан просто каждый момент. И Борис Александрович подарил мне клавир когда-то, опера Отелло. Я с этим клавиром ездил в Швецию. И ставя свой спектакль, я смотрел на те поправки, которые сделал Борис Александрович в клавире, где он обводил какие-то ноты, аккорды, подчеркивал, какой инструмент играет. Поэтому это такая ювелирная должна быть режиссерская работа. И, конечно, наличие исполнителя роли Отелло диктует всегда выбор этого названия для театров. Редко кто может исполнять эту роль. Это должны быть выдающиеся певцы, драматические тенора и выдающиеся артисты. Если нет этого соединения, спектакль, как бы его ни ставили, кто бы его ни ставил, никогда не пройдет и не будет иметь успех. И поэтому мы знаем выдающиеся исполнители, как Пласида Доминго, который был действительно замечательным Отелло. И вот сейчас в мире есть несколько исполнителей, кто поют эту роль. Это и Александр Антоненко, который пел в спектакле Рикардо Мути. И, конечно, любимец всего мира Йонас Кауфман. Мы его знаем с вами, потому что мы смотрели уже много спектаклей с его участием. Но вот то, что он будет дебютировать в роли Отелло, это сюрприз для всего мира. Потому что Кауфмана мы знаем как исполнителя немецкой музыки, как исполнителя лирических ролей в операх того же Верди, Пучини. Но то, что он возьмется за Отелло, никто не представлял. И вдруг он Отелло. Великолепный артист, невероятной внешности, с великолепной энергетикой, музыкант, интеллектуал. И, конечно, в этом спектакле мы видим, как он создает настоящее полотно спектакля. В роли Десдемоны сопрано Марии Агресты и в роли Яга, тяжелейшей роли, Марка Вратоня, замечательный баритон. И вот наличие трех исполнителей определяет успех этого спектакля. Режиссер спектакля, хорошо известный Лондонскому театру Кейт Уорнер, который ставил на этой сцене вагнеровское полотно. Дирижирует спектаклем Антонио Папана, главный дирижер театра Ковенгарден. Нужно отметить, что режиссер, конечно, выдумывал, как сделать спектакль более современным. Он пользуется разными стилями. Он совмещает и современные какие-то краски, и традиционные. Прибегает к сегодня модному стилю минимализма. При этом традиционные костюмы 16 века совмещены с модернистскими абсолютно мизансценами. Режиссеру нравится черный цвет. Надо ответить, что Кауфман играет этот спектакль без грима Мавра. И вообще это всегда вопрос, надо ли гримироваться герою. И всегда, вот я помню, раньше мой педагог Евгений Алексеевич Акулов говорил, а представьте себе, что Мавр, на самом деле не Мавр, а просто Отелло, какой-то там европеец. Что меняется в истории? В принципе, ничего не меняется, потому что история про ревность и про измену. Но, наверное, у Шекспира то, что Отелло черный, это тоже знак. То есть он другой. И вот режиссер должен найти, что в нем не то, что в других людях. Он отличается от всех. И вот из-за того, что он так отличается, происходит такая трагедия еще и социальная. И Кауфман играет эту роль без черного грима. Он не мулат, он просто европеец. Здесь могут быть разные причины этого. У меня была история, когда я в Швеции ставил оперу «Кавалер Росс», и там есть такой герой, слуга мальчик в первом акте, который там обслуживает на сцене главную героиню. И там написано в клавире «Араб». И я искал чернокожего мальчика. И мне сказали, что не надо чернокожего искать, потому что это дискриминация, что сегодня поют и чернокожие, и белые партии. Я помню, как одна из моих Татьян была тоже афроамериканка. Это нормально, это толерантно в мире. Мы не должны смотреть, что китаец сегодня поет Ленского, и что белокурый красавец может петь какого-то итальянца в Дон Карлосе, там Родриго Дипозо. Это норма сегодня. Вот как этот персонаж проводит анализ своей роли, и как он играет, и как он пользуется вокальным мастерством для выявления этой роли, вот это сегодня самое ценное. Я приглашаю вас в театр «Ковенгарден» для того, чтобы посмотреть этот спектакль и насладиться великой оперой Джузеппе Верди.